Его рассказ о том, как я поехал на войну в Чечню, стал китом интернета, а сами награды Василием Теркиным Чеченской войны. Сидит вот такой полковник, полупьяный, такое ощущение, что из-под стола были. Вот такой. Я к нему нагибаться, он говорит, как стоишь перед офицером? Думаю, ебать, он меня и не видит, как же он видит, что я нагнулся-то. Я говорю, слушай-ка, нам надо, говорит, мы приехали, отправь-то нас, говорю, куда-нибудь-то. То сидел-сидел. Да, тут вы нахуй не нужны. Приходим в штаб. Здрасте. Там, говорит, иди тебе нахуй. Думаю, ебать, как пароль гидать. Бегом от каждой вертушки к вертушке, ты представляешь, это как будто на стоянке такси, дяденька довези. Ну, подбегаешь, дяденька, ты не полетишь в Ханкалу? Иди нахуй, иди нахуй. Один хороший мужик попался, говорит, ладно, полетим, если взлетим, думаю, не хуй, все картины, да? Если взлетим. Бывший дальнобойщик, ветеран боевых действий, а ныне начальник Лакинского ЖКХ и просто правдоруб Владимир Виноградов собственной персоной. Вот видите, он сейчас готовится в нашу очередную командировку в Чечню. Какую, блядь, в Чечню? За рублю, за***л-то уже, время тут сколько? Вообще город Москва замечательный город. Красивый, светлый, чистый. Иногда куча говна попадается, но это детали уже, да? Вот. Все друг друга любят москвичи, доброжелательно относятся. Зачем? Что? Чтобы денег друг у дружки спереть побольше. Молодцы! Поругайся еще. Можешь подругать? Режиссер запретил. Сказал, поменьше лайф. Ругаться можно, но желательно без матов. Можешь так? Я даже не представляю, как. Балович, будь с собой, это главное. Не, ну представь, я сейчас, я скажу. Сто, калел, щас под колясо ты лезешь? Брод, мяб***ь, мяб***ь. Так что ли, да? Вы не правы, вы встали на мой путь следования. Очень неправильно, очень. Если будет так ехать, я вас немного ударю. Блин, я сейчас, б***ю, как автогеном срежу, б***ь, честно скажу. Булик! Так что ли, да? Вы не правы, отойдите. Отойдите, вы не правы. Это что у вас такое? Багаж. Документы, пожалуйста. Здрасте, а что случилось? Ведра снимите, пожалуйста. Или сейчас машину снашат расстоянку. А за что? Я что нарушил? Мы боремся. Этого нельзя. Вы понимаете? Русские слова, понимаете? Вы сводили, они с наш пешком. Нет, а если не зеленые были, то чего бы? Какая разница? Вообще убирайте. Давайте, давайте, быстрее, ребят. Хе-хе, б***ь, как вас вы, б***ь. Ни хера себе. Ремень пристегни, а то тебя сейчас еще, как чеченского сепаратиста, арестуют нахер. Так а чем он объяснил-то? Мы боремся с ведрами. Они с ведрами борются. Это с преступностью, они с ведрами борются. Нет, так теперь, значит, получается, ведра на крышах возить нельзя. А почему? Я так хочу. Ёп-роза ты, он так хочет, чтобы я ездил без ведра. А если лыжи у меня на крыше будут? Можно я с лыжами буду ездить? С лыжами? Про лыжи нам ничего не говорили. Ну, с лыжами ладно. А с самоваром? Самовар это чревато. Это посягательство на власть может быть. А можно керосинку я поставлю? Керосинку? А там есть керосин? Да. Нет, взрывоопасно. При каждом пуке я должен думать. А ту леноту я создал, да? Вот я пукнул, думаю, еб-ать, у нас же постановление правительства. Фа! А у меня соль получилась. Вроде... Ой, никто не слышал. Слава тебе, Господи! С сопровождением едет, товарищи. Стрелять-то не буду, дай-ка я отойду. Сейчас мне... Ох ты! У него еще и спецкифал. Только без ведра. Надо заинтересоваться товарищем. Пристрелит нас нахер сегодня. Честное слово, пристрелит. Слушай, не застегивайся. Мне не надо застегивать. Ты доделай все. Ты же не для себя надеваешь, а для гаишников. Подожди, подожди. Я для себя. Причем гаишники? Мне для себя надо похудеть. Понимаешь, вот там просто-просто... Или выдохнуть. Блин, да не застегивайся. Мне надо... Вот матом-то зачем ругаться? Вот у кого я научился матом ругаться? У городских. Блин, нахуй. У нас так не говорят. Мам, смотри, что творит, а. Видишь? Чем он лучше меня. У него третья бы рука торчала, а. Пусть уж едет, а тот ломится. Да? Стоим в левый ряд. Там вот херня едет с мигалкой. Как я тебе стану в левый ряд? Ну, хорошо, ответь за базар. Вот не дай ему дорогу. Вот встань в левый ряд. А это мы... Вот встань, вот встань. Мне-то зачем это? Нет, вот встань в левый ряд. Что бы мне сейчас менты ласты завернули за какого-то пи***я, блядь? Нет, ответь за базар. Видишь, он теперь за мной едет, мигает. Видишь, дурак? А то иди. Жизнь проще будет. Вот он, видишь, он мигает. И чему тебе? А что, ты мент, что ли? Это что такое? Не выходи ни в коем случае. Прижмись на обочину, разговор к тебе есть. А вы кто? А ты кто? А ты кто приехал? А что тебе не нравится? Бык колхозный. А ты кто? А ты что не уступаешь дорогу-то? Едем с тобой. Ну и что? А? Ну и что? Давай, прижимайся, поговорим с тобой. Говори. Прижимайся, прижимайся. Да ты кто есть? Тебе какая разница, кто я есть? А что я с тобой буду базарить-то? Давай, прижимайся. Да сейчас подвалили. Давай, давай, остановись. Да пошел ты. Куда ты поехал-то? Останавливайся. По делам я поехал. Похуй, поезжай. Покажи мне корки-то. А? Покажи корки твои. В машине, я тебе сейчас все покажу-то. Останавливайся. Это срабина тебе, блядь. Это что, блядь, что ли? Да пошел ты, нахуй. Посмотри на хуй и все. Видишь, как уже всяк сигналят? Охренеть просто. Вы смотрите, нам говорят о том, что он не перекрывает дороги. Говорят, что они нормально ездят. Вот Титамир поет «Москва говно, блядь». Запиши мне эту песню, я на всю собику заведу, честное слово. А он у меня тут в машине. Как мне тут нравится, тут денег много платят. Я говорю, и каждый день тебя въебал говно. Лицом. Володь! Вот он, пи***стый, едет. Как ты скажешь, федеральные номера. А я вот из деревни, я не знаю, что у него федеральные номера. Как ты думаешь, куда он поехал так быстро? Куда? С радио приспичил. И вон он говорит, гони, милый, гони, тюс-русс, я не могу. Но валил бы в штаны, и памперс бы купил себе. Сейчас взрослые памперсы продаются, между прочим. Он поехал, может быть, в правительство, думал. У него куча неотложных документов. То к правительству, то к президенту надо съездить. Прямо под носом он тут ездит, между прочим. Резино-технические изделия тоже продают. Резино-технические изделия выставлены у нас как экспонат. Дал бы показать, что есть такая игрушка, между прочим, самая дорогая секс-игрушка на данный момент на рынке. Это из секс-индустрии. Стоят куколки порядка 8 тысяч долларов. Вот это вот, 8 тысяч долларов. Порядка, да. Владимир. Вас это тоже заинтересует. Резиновая баба? Не резиновая, силиконовая. Какая резинка? Большая, ощущения другие. Вот смотрите. А может он потрогать? Он? Да, может. Прямо. Как живая. Вот, видите, как живая. Как живая. Можно приобрести как раз вот леденцы. Ну, представь, меня тещу видит. Леденец. Гляньте, различный как раз вкус. Либо такой. Что ты хочешь? Ну, можете такой. Леденец тебе надо такой? Это вагина. Да, верно. Это тебе на Новый год. А вы ему можете фалос. Лучше вот такой. Да? Вот. Вот такой. Сейчас поеду. Представь. Ты представляешь, ты представляешь картины. Гаишник останавливает, а ты такой едешь. Это конфетка. Он скажет, ты что, милый, в крышу? Нет, почему? Гаишники поинтересуются как раз. Нас без покупок не уходит. Да вот, стань, ты меня дома-то не поймёшь. Я сейчас приеду. Почему? У меня жена-то из дома выглядит. Вы можете и хорошо. Вы принесёте так, но потом разрежете. Представляешь, жена на кухне заходит, а и хер режет. Скажет, молча, зачем он? Гек, ну попробуй. Тебе понравится с тыквенным соусом? Это что? Индейка, да? Это да. Индейка ты, я понял. Это фрикадельки из индейки. Это всё? Что? Всё? Больше не будем кормить, да? Цена вопроса. Сейчас я вам скажу. А что мы сейчас едем? Фрикадельки из индейки. Да. А? 760 рублей? Да. Подавилась чем-то она, индюшечкой. Да, индюшечкой. В обратную прёт, доча. У нас бы индюшку-то там привели бы под руки за 760 рублей. В дверь бы не прошла, а Бог вот так бы уходил. У меня в кабинет, вот меня жрать будут, да? А тут три яичка голубиных положили, сказали, с вас 760. Вот её и тошнит. А ты в баню ходишь? Нет, я стёклышком чистил. Не, молодцы, молодцы. Вы всё разводите. Вот мне, чем нравится Москва, все друг дружку разводят. Ну а как же, чтобы кубель на суху залез, 7500. А для чего вообще, в принципе, берут собаку? Потому что, ну... Для души, я согласен, для души. Ну, вообще, благородных кровей собаки и кошки умирать уходят сами. Просто встала и ушла, а не умерла. А город ФИ, правильно, что там заперта квартира? Может, на раду будете. Она такая, ой, на улице прибила и всё. Что-то с сердцем. У вас нет таблячки? Нету. Пошли, Гекка. Ни шкука. Это как там, все наплачут? И так что это? Ну, наверное, тут же приходят и к ним, и как к людям. Гекка, прекрати, ты ещё ты порыдай тут мне. Откуда они знают, что ты эту кошку сожгли? Ну, ладно. Гекка, ты тут не богохульствую. Пойдём, потому что такое ощущение нехорошее. Как бы нас сюда в печку-то не засунуло. И вот оно, вид-то, кладбище-то. Джек. 2008-й, 2010-й. Кошка Маруся, 2009-й, 2001. Чего они здесь живут-то два года, если они так за ними ухаживают-то? А у меня полка жрёт чуть ли не говно. 15 лет, ты голову не убьёшь её просто-то. Жрёт всё подряд. Чёрный сухарь для него, как вкусняшки для собак. Вот, а уж белый, так всё, труба. Давай кофе попьём где-нибудь. За 206 рублей чашечка? Я спонсирую. О-о-о. Только давай вот здесь, не на обочине, а на тротуар заезжай, потому что их могут эвакуировать. Давай. Ой, бабушка, да иди ты. Вот пристал ты. Иди с Богом, уйди. Бабушка, отстань ты. Вот так. И всех обманим, да? Давай, всё, Паша. Он опять идёт. Вот вы встали, извините. Как мне пройти, скажите. Куда? У вас вообще совесть есть, скажите. Так вот, у вас есть тротуар. Да, вот у вас парковка. Я сейчас подзову или эвакутор подзову, или подзову милиционер. У вас как это называется? Вот там, вот видите, вот стоят машины. Я всё, я понял. Раз, два, четыре, пять машин встала. Да более вы кто? Что, я прохожая. А, прохожая. А я вот здесь живую, родная, вот здесь живую. Я хожу, когда гуляю, мне это самое, мне безобразие здесь боится. Мешают, да? Мешают, да. Вот, смотрите, все машины встали. Что это вы заедите? Я здесь живу, я общественность. Бабушка, мы вообще фильм снимаем, бабушка. Мы из телевидения. Там не важно, откуда будет снимать. Бабуля. Так, перестаньте. Так, записывайте. Больше всего. Я буду парковать, я буду на сцене, я буду на сцене. Вот отсюда убрали. Хорошо. Вот стоит уже с утра, стоит машина. Есть без заправки, скажите? Так вот с ними поговорили бы. А, вот там никого нету. А вы стоите. А значит, на деревенских может... Я не спрошу, конечно, людей. Будет, будет, будет. Сейчас будет. Вот ты мне, блядь, какой-то говнище, бабушка, полариша. Я не знаю. Я вчера гуляю, стою с кубом. Пойдем, а, куда-нибудь туда. Бабуля, мы сейчас уедем, вот буквально 10 метров. Не замечайте. А мы покараульте пока? Да, да, покараульте. Ну, видишь, это же парковка бесплатная. Все, пожалуйста. Ебать, ты с ума сойти, бабушка-то. Слушай, а она правда может вызвать кого-нибудь? Она полаумная какая-нибудь. Труба. Вот приедь в Москву. Да ладно, уедем, бабушка. Уезжай, блядь! У меня молоток есть. У меня есть молоток. Ебан по крыше ты. Все, будет хорошо. Нет, она правда может вызвать. Это как старуха шипок, Лег. Чудо-то дерево. Не говно так в бабушку упрешься. Вот тут-то можно встать-то? Поехали дальше, дальше, дальше. Она еще сюда придет. Опять придет? Да, она сюда придет. Да что ж, надо по всей Москве до нее прятаться, что ли? Их и пылорежь нам. Иди, вот ведь, не хуй делаю. И не скрыться дни. Все, хорошо, надо ехать. А то она за нами бежать будет до Красной площади. Вставай, эвакуаторы тебя не достанут. Бабушки достанут. Бабушка нам крови тут выпила, и кофе неохотится пить. Куда теперь? Что-то, что-то направо. Вот видишь, ты хоть вовремя говоришь теперь направо. Я тебя хоть научил вовремя. Это же вы с левого крайнего ряда вправо-то перестраиваетесь. Ой, а вы в своей деревне задом ездите. И что? И поперек. И что? Да. И пьяные, и сраные, и никто никому ничего. И бабушка у вас-то никого. Вот таких нету. А тут толков стал. Как Дегтяревский пулемет. А правильно не надо ставить на тротуары. Но она провал же по существу-то. Ты же сам научил. Да я что ли туда поехал? О, вот такую бабушку надо в Думу-то московскую. Вот мы, стой. Пять минут выдержали только ее дарвоучение. Да? А представь ее привезти в Мосгордуму. Как выйдут толпа-то таких бабушек. И мэр-то скажет, надо сделать. А то ведь точно нас в шишку все достанет. И все. И все. Их, что-то вы меня-то откусили, мне кажется. То? Палец не откушу, это точно. Да он мне и так криво. Я его как-то придавил этим колесом. Да вижу. У меня был провний. Вишь, ноготь, видишь, какой кривой. Он мне как дал, аж в штаны у меня немножко так. Елена, как вы думаете, из него можно сделать метросексуала? Это не те, которые в метро. Я поняла. Я думаю, что нет. Слушай, а почему изменения здесь делать сексуала метро, которая? Что же, я не такой? Нет, вы мужчина. Вот. А я ему говорил, вот мы с ним когда спорили, между прочим, я ему говорю, тетенькам, да мужики не нужны. А мне вот это какой-то метросексуала, да. Разные люди и разные интересы. У меня есть такая насадка для дрели. Да? А это вот все пошло от стоматологии. Не надо мне зубов. Сейчас кариес тебе будут лечить. Вот я тупором обрезал маленько. А вот не грызли бы ногти, этого бы не было. Так пусть наши футболы научатся играть, я тогда ногти не буду грызть. Если бы они играли хорошие, у меня ногти, может, вот такие бы были длинущие. Что это вы мне делаете? Не надо красить мне ногти. Я делаю то, чтобы они у вас блестели. Этого никто не будет видеть, но ноготочки у вас будут аккуратненькие. Слушай, а я не травлюсь, если вдруг это грызут? Нет. А сколько тетенькам сделать такую штуку стоит? 700-850 в зависимости от покрытия. Это я за 25 лет, Станька, сколько денег сэкономил? 60 тысяч в год? Да. Полтора миллиона? Я сэкономил, да? Надо, Станька, конфетку купить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А приедешь домой, да, скажешь... Помолчи, музыка пошла, давай. У меня ноги не облезут? Не облезут. Нет. Станут мягкими, шоколистыми. Давай я запомню Таньку ночью. Батюшки, да ты что ли? Я вчера мылся. А, вы не понимаете, нихера, да? Я мылся вчера. Не, слышь, Танька, как объяснить? Что, просто у меня работа такая, что ли, правда? Пахнет шоколадкой? Да, пахнет. Слушай, а как я так пойду домой-то? СМЕХ Так мы помоем с нами? Хоть протереть меня, как салфеточку дай. Конечно, помоем. Плохое дело. Ладно, не кувал, да иду, бля. Катерина, аккуратней. Я уж старик, мне до пенсии херни осталось. Что вы-то? Ты не пломи. Катя, не пломи. Не говори, что ты что? Не расписывайся завтра в ведомости. Куда ты на меня? Как отдыхай, Катя? Ты меня сейчас нахуй как ботни. Ты тут вдохнешь? Как в шахте живу. В бане помол. Дядя Вова, ну а здоровый образ жизни? А у меня здоровый образ жизни. Вот сколько мы вчера выпили? Бутылку. И все. Я говорю, баеньки, баеньки, баеньки. Потому что давай еще, еще. Он сам к ней пьет, он с полкружки пива. Мы его ищем по дому ходим. Ей-богу. Так, давай, Канфер, ты поскочай. А мы с приличными людьми хоть постоим. Посмотрим, как бездельники-то. Откуда у тебя вот это? Педаградов. Убить тебя надо. Все, вот так и стой теперь. Вот и все. Не надо на умничь. Не надо. Постоим хоть на коленках перед приличными людьми. И скажем, пацаны, извините, что я вас за мкадышами звал. Давай фотографируем. Давай, конечно. Младший от вас балдеет. Давай. Инка, у меня будет с младшей дочкой. Дави. Куда давить-то? Я не знаю. Наберут деревенских-то. Ну, в середине. А, вот, в середине. О, я не могу. Сирота ты убогая, господи. Ну, чего, фотографировал, да? Нет. Подожди, сейчас. Двоечник. Где вы, у зеленицы? Вот, что Бог дал, то дал. Это, естественно, это, получается, это все не за правду. Я говорю, опять же все, упираемся, что у вас в Москве все не за правду. То есть родился он убогим. Не верно. А приходит такой. Ты видала, какой я. А баба скажет, штанишки-то сними, наша деревенская. Ей-то надо крешок запустить, я просто, так сказать, расчесать лохматку-то. А он тут будет трицепт-то ей по титьке. Раз, раз, раз. Ну, он скажет, под шершами. А он перед колькой встает. Ты смотри, какой у меня трицепт. Смотри, какой биц. А какая у меня талия. Апресс. Он скажет, штанишки-то сними, чучело. Своим трицептом-то. Ячишками хоть погреми передо мной. Чтоб взять в руку-то было приятно. Там вещь должна быть-то. Как у вас ландрины за 280 рублей? Вот такие. А знаешь, я тебе что скажу? И, между прочим, нормально. Что нормальные женщины любят нормальных мужчин, мужиковатых. А тут придет. Ну, как он к ней придет? Сел, клешни положит, да, вот так на стол. Она скажет, что вы хотите, молодой человек? Она скажет, на ногти посмотри, дура. А педикюр-то я сделал сегодня? Нет, их не сделал. Как же она меня посмотрит в постили-то? А такое ощущение, что баба с мужиком ложится и говорит, а у тебя, ебан, у тебя волосы на ногах. У тебя волосы на ногах. Она скажет, ты долго мне будешь мостом полоскать, сука? Когда ты меня будешь приходовать-то? Она скажет, нет, погоди, погоди. А смотри, какая у меня подмышечная впадина. Ты видишь? Ни одного волосика. Да, ни одного. А я как подниму, она вот так, как нюхнет, скажет. Блин. Вот где русским духом-то пахнет. Понимаешь, что делать-то? Ручку я как свою по жопе тебе приведу, гладенькие-то. Представляешь? Там полосы красные останутся. Она скажет, нет, как ныждаком, ебан, да. Понимаешь, в чем дело-то?